С приходом лета мамы и папы стараются радовать детей и часто это воплощается в интересные затеи. Сегодня мы расскажем вам о том, что такое тимбилдинг и как на этом можно сэкономить. В этом году родители одной из школ решили устроить праздник для детей на лоне природы. Так мы познакомились с Ириной. У нас мероприятие, это выпускной четвертого класса и мы хотели что-нибудь придумать интересное для детей. Не просто побегать на природе, а чтобы им было что-то интересное. И поэтому мы искали какое-нибудь такое мероприятие, которое было бы не просто тимбилдингом, а какой-нибудь интересной игрой. Ирина обратилась в ивент-агентство и была удивлена, когда узнала стоимость организации двухчасового мероприятия. На самом деле расценки на такие мероприятия весьма и весьма дорогие. Я обращалась в несколько компаний и в среднем цена от 300 до 500 тысяч. Лично мое мнение, что я считаю, что цена на самом деле завышена. Мы навели справки и вот что успели выяснить. Тимбилдинг, вид активного отдыха, большого количества людей, командные игры, угощения, развлечения. Все проходит на свежем воздухе. Клиентами выступают частные лица, семьи и даже фирмы. Услуги предоставляют ивент-агентство. Средний чек за комплекс услуг начинается от 500 тысяч тенге. В минимальный пакет входит аренда звука, аппаратуры, работа аниматора и диджея. Иногда поставщики услуг работают по часовой оплате, в зависимости от пожелания заказчика. Организатор может предложить варианты тимбилдинга. Спортивный, кулинарный, танцевальный, квест. Главный принцип мероприятия – это команда образования. Считается, что тимбилдинг укрепляет корпоративный дух. Повышает эффективность команды. Крупные компании иногда заранее закладывают проведение тимбилдинга в свои бюджеты. В семейном отдыхе тимбилдинг – наилучший формат для налаживания тесных связей между детьми и взрослыми. Эту интересную информацию поделили с нами поставщики услуг, которых мы нашли для Ирины. Знакомьтесь, вот они. Елисея и Екатерина – представители ивент-агентства, которые специализируются на детских праздниках. Мы занимаемся проведением детских мероприятий любого уровня сложности. Иван Голезник возглавляет агентство по организации всевозможных праздников. Я всегда пытаюсь сделать что-то новое. Мы всегда приходим на рынок с чем-то новым, свежим, неизбитым. И наш третий участник, его тоже зовут Иван. И на организации детских праздников, как он считает, ему нет радости. Мы организуем различные мероприятия от А до Я. Будь то свадьбы, корпоративы, тимбилдинги, квесты, выездные регистрации. Мы занимаемся абсолютно всем тем, что существует на нашем рынке. Каждый из наших поставщиков готов предложить Ирине организацию самого увлекательного двухчасового детского праздника. Но все решает бюджет клиента. К слову, Ирина четко обозначила его границу. Я считаю, что такое мероприятие стоит в районе 150-200 тысяч тенге. Эта сумма немного охладит пыл поставщиков. Тем более, чтобы получить работу, им придется предложить скидку. И конечная цена за услуги не должна превышать бюджет заказчика. Таковы правила, аукционы, битвы за клиента. Давайте уже узнаем, кто из поставщиков предложит максимальную скидку и заберет заказ себе. Я считаю, что 300 тысяч – это оптимальная цена за наши услуги. Мы обычно делаем скидку в размере 10%. Думаю, за 285 можно организовать мероприятие. С учетом того, что у меня есть уже закупленный реквизит, я думаю, что выставлю 280 тысяч. Окей, 275. Почему? Ну, потому как у нас готова площадка, и, в принципе, с трансфером мы уже договорились. За 250 можно организовать ровно настолько, сколько хочет заказчик, и исключить приятные бонусы, которые хотели ему подарить. Так, за 250. 220 тысяч, наверное, это минимальная цена, которую я смог бы выставить. Исключим какие-то серьезные этапы, более реквизитные и затратные. Хорошо? 200 тысяч. Да, сколько? 200? Ладно, хорошо. В принципе, ребята, свободных мероприятий никаких нет. Штат полностью отдыхает, поэтому за 195 можно организовать мероприятие. Ну что ж, ребята, продолжаю торговаться, но, пожалуй, скорее всего, я откажусь от торгов, потому что качество должно соответствовать цене. Хорошо, окей. 175. Мы исключим отсюда еще двух аниматоров, проведем. Но это, я думаю, это минимум. До 170, наверное, скину. Ну, больше нет, больше не сделаю, потому что это нерентабельно. Торги так торги. Ребята, не вопрос. 150 мы сделаем это мероприятие. Пусть это будет такой же качественный квест, но только для вас. Ну что, хорошо организовать праздник. Вперед, ребята. В наших торгах есть победитель. Иван предоставил клиенту 50-процентную скидку от первоначальной суммы на организацию двухчасового тимбилдинга для детей. Ирина потратит всего 150 тысяч в тенге. Вместо 300. В цену входят трансфер, угощение и программа развлечений на природе. Как Иван все устроит, узнаем прямо сейчас. Прежде чем встретиться с заказчиком, Иван должен подготовиться. Клиент желает увидеть программу праздника. Нужна концепция и сценарий. Иван подключает сценаристов и режиссеров. Подключает в прямом смысле. Через интернет. Сценарий тимбилдинга будет написан коллегами Ивана, которые находятся за границей. Это гарантия того, что идея будет оригинальной и новой. Мы презентуем новый формат. Мы презентуем те вещи, которых не было ранее на рынке. У нас есть партнеры за границей, ближайшие зарубежные. Ну, то есть это Россия. Если говорить в частности о своих конкурентов, да, они есть. Они делают... Что? Ну, они, собственно, продолжают двигаться в заданном направлении абсолютно. Также Иван готовит местную команду, которой предстоит воплощать в жизнь задуманный проект. Их ждет непростая работа. Допустим, пошел дождь. Мы в своем арсенале имеем, естественно, дождевики, дабы исключить этой ситуации. Ведь мы не можем перенести время, потому что все запланировано на один день. Ну, собственно, и прочее, прочее. Один из примеров. И вот, готов сценарий. Иван предлагает клиенту оригинальную идею проведения детского праздника в формате квеста. Дети будут разделены на команды. Им предстоит решать интеллектуальные задачи. В процессе выполнения придется много бегать, прыгать и поглощать вкусные угощения на свежем воздухе. За выполнение такой сложной командной миссии с радостью возьмутся не только дети, но и взрослые. Иван считает, что его тимбилдинг – просто находка не только для пап и мам, но и для руководителей крупных компаний. Дабы определить, дабы дать возможность понять, кто, какие люди в их, собственно, команде работают. Это выявление лидерских качеств, это, собственно, умение себя вести в команде. Там, где присутствует, у нас присутствует и физика, и интеллектуальная нагрузка. Однозначно. И вот начало таинственного квеста. Два часа, которые станут для детей открытием летних каникул. Команды составлены, и ребятня отправляется на поиски приключений. На этом пути их сопровождают аниматоры и музыка диджея. Праздничным фоном становится солнце, синее небо и чистый воздух. Внизу здесь лежит ключ. Здесь лабиринт. Вам нужно достать ключ. Разберемся! Я не наделась синий пятно на диджея. Стой! Подожди! Пока детвора радуются, мы с помощью участников битвы за клиента постараемся понять, из чего же формируется цена на услуги организации тимбилдинга. Зависит от того, кого мы будем использовать, какие подрядчики будут с нами работать, какое количество аниматоров нам для этого потребуется, какой реквизит нам нужно будет изготовить и посмотреть, какой реквизит у нас есть в наличии. Соответственно, исходя уже из этого всего, у нас будет точно понятна цена, которая нужна для реализации того или иного проекта. Это должна быть кухня, плюс ко всему. Это должно быть питье, это трансфер, плюс шоу программы, которые входят внутрь тимбилдинга. От этого и складывается цена. Тимбилдинг может проходить даже за границей. Крупные компании устраивают корпоративные выезды на несколько дней. И такое мероприятие стоит значительно дороже, чем наш детский праздник. А он, к слову, удался. Заказчик Ирина довольна ценой и качеством проведения мероприятия. Первый час был особенно драйвовый, было очень интересно. Дети бегали, играли, потом немножечко устали. Благодаря тому, что все последующие задания были интереснее, живее, не просто какие-то логические загадки, а какие-то спортивные игры, дети все-таки разодоривались и два часа, в смысле, отвели от начала до конца. Ну, на ура практически. Наш клиент получил желаемое. Ну, а мальчишки и девчонки встретили еще одно незабываемое лето своего детства без ущерба для родительского кошелька. Спасибо телеканалу 24КЗ и телепередаче «Битва за клиента» за то, что помогли выбрать чудную компанию для проведения квеста. Хотите экономить время и деньги? Тогда добро пожаловать на участие в проекте «Битва за клиента». Заявки мы принимаем на официальном сайте телеканала 24КЗ. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова